Здарова всем, всем привет! Сегодня у нас 5 игр в этом выпуске. Поиграем в начале в Tolkien Tom Hero Dash, далее Tolkien Tom Time Rush, потом Tolkien Tom Gold Run и последние две игры Candy Run и Tolkien Tom и друзья. Садитесь поудобнее, выпуск будет на минут 25. Поехали! Начинаем. Первая у нас игра, кто её знает, это у нас Раннер. Первые три Раннера, потом четвёртый как бы Раннер, но не Раннер, и пятая игра, она уникальная в своём жанре. Это типа Симсы. Ну что ж, за кого нам поиграть? Кто у нас тут? У нас что-то новенькое у этого чувака. Новые костюмчики пооткрывал. Но я только 2 из 5, видите, надо собрать много их, когда откроются костюмы. Ну эти за Тома, мне что-то быстрее за Тома поиграть. Так, у меня тут в прошлого раза сундучок открывался. Очень долго он открывается, по-моему, 5 часов или 6, что-то такое. Я его открыл давно, нажал вернее. А, нет, 3 часа. Тут это вот в Голдране, там ещё дольше. Тут ещё что-то за городом можно восстановить. Смотрите, что нам можно сделать. А, вот за золото внизу восстанавливаем. Тут скоро восстановим весь город и пройдём всю. Скоро это свершится. Всё, мы всё сделали, надо зарабатывать солото. Поехали пока. Сейчас побольше заработаем. Музыка не очень, конечно. Голдран получше. В Голдране повеселее музыка. Плавная идёт игра. Вообще пуду. Актилизация 10 из 10. Все бы так игры шли. Интересно, какие в этом году игры интересные выходят? Кто им знает там? Может дата какая-нибудь? Ближайшая, не знаю, февраль, март, апрель. Что-нибудь выходит прям реально интересное. Я вот что-то дать не знаю. А, Call of Duty Warzone выходит, по-моему. Весной, типа, в конце апреля что-то такое. Это вот самая крутая, наверное, мобильная игра, что выходит в ближайшее время. А больше не знаю. Там, может, и Apple Arcade что-нибудь прикольное выпустит. Но это всё от них зависит. У них там полно классных игр. Они вот, только они, по сути, и радуют. Netflix ещё может выпустить что-то интересное. Netflix игр делает. Ну, или делает, или заказывает. Ну, например, GTA-шка новая у них появилась. За подписку не надо покупать. Если у вас Netflix оплачен, берёте, играете в новую GTA с новой графикой. Там три штуки аж. Так-то по отдельности они по 20 долларов стоят. Экономия 60 долларов. Если, конечно, вы будете в них играть до конца. А не просто запустите, посмотрите графику и всё. Пойдёте играть в свой Clash Royale, Brawl Stars или во что вы там играете. Кстати, а во что вы сейчас играете? Вот что сейчас самое прям такое ходовое? Что мне поиграть-то прям? Чтобы я не пожалел только, знаете. И чтобы быть что-то хорошее. Потому что есть полно игр, которые, ну, один раз запустил и удалил. А мне бы что-нибудь такое, знаете, чтоб понравилось. Есть там что-нибудь новое? Я вот что-то давно в магазине ничего не смотрел, что там появилось. Что можно скачать в магазине? Свежие новинки какие-нибудь, надо зайти посмотреть. Может, что-то и вышло, я просто не слышал, не рекламировали. Так, ну что, бежим мы пока хорошо, без потерь, никуда не врезаюсь, всё стараюсь собирать. Золотые монеты не пропускаю. Мешки и вот это всё собираю. Хочу хорошо пробежать. А у вас, Толкин Том, какая лучшая игра для вас? Для меня Голдран, наверное. А что у вас там? Может быть, этот новый Тайм Раш, который мы сегодня поиграем третьей игрой, по-моему. Мне что-то Тайм Раш не очень, но, может быть, всё-таки обновят его и добавят что-то интересное. Она вот как ПВЗ-3 напоминает. Пустая игра. Может быть, это специально делают, чтобы никто не путался, знаете, что там всё понятно, типа, лишнего ничего не добавляют. И тогда, типа, игроки играют дольше. Нету всякой непонятной ерунды в игре. Вот, например, как какой-нибудь запустишь сейчас игру ПВЗ-2, да вообще непонятно, что творится. Какая-то там купи это, то всё, арены, не арены. Пиняты, там полу не пиняты. Какие-то новые уровни где-то там, задания, ещё что-то. ПВЗ-2 столько всего, что это как бы очень даже непонятно. Мне кажется, что это другие разработчики делали. С ПВЗ-3 вообще ничего общего нет у них. Пару растений, может быть, только, и всё. Зомбаки похожие. А так, игра абсолютно другая. ПВЗ-3 сделана как будто с другой компанией. Не знаю, на самом деле так или нет. Либо им там такое задание сделали, сделать максимально простую, необычную такую игру. Чтобы она отличалась от ПВЗ-1 или 2. Может быть, такое задание было, как мы так и делали. Потому что очень странно смотрится. Очень странно контентом. Ну ладно, её тестируют. Может быть, когда она реально выйдет, там уровни 300-500 уже будет. А эти 150, что мы тут долго так проходили, мучились. Там, может быть, и не стоило их проходить. Это просто их так сделали. Потестировать что-то. Что игра не подвисает. Планшет не перегревается. Можно оставлять. Может быть, в этом дело. Кстати, тут босс может быть. Если сейчас долго пробежимся, там дальше босс бывает попадается. А с боссом интересно тут сделано. Но сложно. Кстати, из боссов, мне кажется, из всех раннеров, самый сложный босс это вот в этой игре. Потому что там, ну, всё быстро. Нужно реагировать. Не тормозить. Всё от тебя зависит. Просто так и там не пройти. Надо уметь. А в других играх есть похожие что-то. Так там намного проще это всё. Здесь-то это сложно. Так, ну что, бежим. У нас, значит, сегодня, как я сказал, сколько там? Шесть игр, да? Или пять даже. Пять, наверное, пять игр. Talking Tom. Впереди ещё четыре. Я думаю, уже мы побегали почти семь минут. Можем перейти к следующей второй игре. По-моему, вторая игра будет Goldrun, наверное. Сейчас посмотрим. Что там нас ждёт? Так, всё, пробежали, всё открыли. Собрали. А, нет, Time Rush второй. Ну, поехали. Time Rush. Goldrun, значит, третьей игрой будет. Кстати, а уж это же кнопка. А, это типа приз я не забрал. Ну, чё тут такое? А тут сундук просто я в прошлый раз не открыл. Он меня ждал сейчас. Вот, сколько тут уровней ещё. Ну, награды одинаковые какие-то непонятные. Так, Ginger, за кого сегодня играем? Давайте только за кота играть. Обычного. Без этого скина какого-то непонятного. Вот этот обычный скин. И погнали. Погнали бежать. За золотом. Я бы вот поиграл, если бы выходила Garden Warfare 3. Да. Именно Garden Warfare 3. Это не то, что это четвёртая часть Battle for Neighborville, например, 2. Какую-нибудь бы выпустили. Нет. У меня только Garden Warfare нравится. Там была и попроще игра, и баланс какой-то был более-менее. А вот в Battle for Neighborville, мне кажется, баланс меньше всего из всех трёх частей шутеров по ПВЗ. Ну, там можно считать, что в первой не было типов ПВЗ, в первой баланса. Но тогда всегда так. Во всех играх было мало баланса было. Сейчас уже должно быть всё более-менее сбалансировано. Всё, собрали. Собираем золотые слитки. Скучноватая игра. Вот в эту игру можно заснуть, потому что здесь ничего не происходит. Здесь каких-то бонусов нету. Ты просто собираешь золото, бежишь, 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 и всё как бы. Бесконечно одно и то же. Ну, иногда что-то кину тут, вот видите, на дорогу. Ты удивишься и всё равно побежишь дальше. Никаких проблем. Коты ржут. Ржут, вернее. Сколько препятствий тут. Я буду всё время подборки играть. Давайте такой челлендж. Я играю подборки подряд, например, весь этот год. Смогу я столько поиграть? Я потом уже прям такие подборки буду делать. Прям, не знаю, всё с магазина скачивать. Там просто случайные игры. У нас будут, короче, несколько, например, будет тем, да, подборки, где случайные игры. Я не считаю ни обзоры, просто беру магазин, открываю все игры, которые у меня ни разу не скачаны. То есть новые для меня. Я скачиваю, ложу их в одну папочку. И всё, мы пробуем их впервые. То есть первые ощущения, первые впечатления. Мы смотрим на эти игры и, может быть, одна какая-нибудь игра из восьми будет более-менее интересная. Знаете, которую я и продолжу потом играть. А игры, которые мне не нравятся, я как бы в них поиграю один разочек и, наверное, буду удалять всё. Будет какое-нибудь такое правило. Либо мы играем, как раньше, я помню, случайные игры выбираем, да, и я одну игру всегда удаляю. То есть мы играем в восемь игр, и я смотрю на эти восемь игр в конце видео, как уже во всё проиграл. И делаю вывод, что же мне надо удалять. И беру и удаляю. Всё, и этой игры у меня больше на планшете нет. Таким образом, мы от плохих игр будем избавляться, и останутся только самые интересные. Какая-то такая вот мысль. Только название надо каждой рубрики придумать. То есть случайные игры, это понятно. Случайные игры для планшетов и телефонов. Случайные мобильные игры, так можно назвать. А как мне назвать, которые случайные игры на выбывание, например. Случайные игры на выбывание. Вот так назовём, когда будет одна игра у нас выбывать. Так, ну что, вы наигрался в эту игру. Пойдём в следующую. Голдран. 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 Что это? Дели миссия какая-то. Что-то там мне пытаются сказать. Заплатить 10 динамитов. Мне надо... О, 200 бесплатно. Каждые 8 часов 200 монет дают. Блин, если бы они видели, какие тут цены. 33 тысячи. А мне эти бесплатные ничего не дадут. Так, Беном не хочу играть. Томом уже сегодня играли. Бэкой не играли. Давайте Бэку возьмём. Бэка. Так, и начнём бежать, например. Атью. Вперёд, Бэка. Даблап. Какие-то двойные награды нам дают. Вот эти вот. Их мы насобираем. Где-то 700 штук. И можно будет открыть нового персонажа. Не помню точно, сколько стоит. То ли 700 штук надо собрать, то ли больше. Я думаю, может, тысяча с чем-то там стоимость уже стала. Ой, это был глюк в игре, вы видели. Она подвисла. Я влево двинулся. Давайте ещё раз. Ну, просто планшет подтормаживает. А я жду, кстати, в марте. Вот, планшет новый покажут. И уже можно будет, наверное, сразу покупать на процессоре M3. То есть у меня здесь даже не M1 процессор. У меня до M1 последнее поколение. В 21-м M1 они показали. В 22-м у них M2. Там в 23-м что-то было. А сейчас представят M3. Они, кстати, не сильно отличаются. M1 от M3 не сильно отличаются. Ну, то есть там не почувствуете разницу большую. То есть если у вас M1 процессор, вы уже ждите M4 или M5, тогда уже точно будет есть смысл менять. Там просто разницы никакой не будет. По производительности. Да сейчас игр, кроме Genshin Impact, и ещё одна игра какая-то. Ну, нет прям требовательных. Да, там какие-то есть, типа танки или роботы там какие-то ходящие. Ещё что-то такие крупные, типа онлайн-игры. Но там всё равно графон ужасный. То есть там за счёт того, что много игроков и неоптимизированная игра, поэтому тормозит. А самый красивый тут Genshin Impact, наверное, и вот эта вторая новая игра. Не знаю, это от тех же разработчиков, не от тех. Наверное, другая всё-таки компания. Они просто увидели, что им надо сделать, и скопировали Genshin Impact. Немножко изменили там, конечно, что-то сценарий, можно добавили какой-то. Но более-менее интересно, потому что я не знаю, о чём там вообще можно думать. Какой там сценарий в этой игре, где ничего не происходит. Ну, как бы, в реальности. Ничего там такого не происходит. Просто качаешься бесконечно, и всё. 42, кстати. 42 маски я уже собрал. Это тут Новый год. Новый год в китайский, да? По китайскому командарю отмечается в игре. Тут каждый год такое. Потому что разработчики Outfit 7, это же китайцы, которые выкупили эту компанию. Изначально она была, по-моему, ну, европейская какая-то в Европе. А потом её выкупили. В какой-то момент. Outfit 7 компания. Ну, и всё. И начал тут рекламу. Сувать везде и прочее. Они, помню, за миллиард долларов эту общую компанию купили. Биллиард долларов. Не знаю, купилась игра. И покупка, вернее. Или всё-таки в минус это было дело. А я думаю, они знали, что делают. Всё, окей. Блин, засыпаю, засыпаю. Надо быстрее бежать, больше собирать. Врезаться, может быть, чтобы очухаться. Так, шлем это 2-2-2 бонуса. Кстати, в игре, по-моему, 3 я ни разу одновременно не брал. Вот 2, да. А вот 3 что-то не помню. Так. Будем лететь сейчас. Безус. Ой. Чуть не врезался. Задумался. Ой-ой-ой. Какая, кстати, скорость большая, на самом деле. Я вот такой не помню. Видите, как мы летим. Нечасто я летал как-то в этой игре. О, догнали. А, я думал, это был ракун этот. Мы типа его таранить будем. Ладно. Продолжим. Я хочу с нуля. Давайте ещё немножко полетаем. Впереди у нас ещё 2 игры. Это Candy Run, где у нас есть магазин конфет. И этот магазин ограбили. Ограбил, конечно же, вы знаете кто. Енот. И после того, как он ограбил магазин, надо вернуть все туда вкусняшки, сладости. И там несколько магазинов надо восстанавливать. Я уже один восстановил. Сейчас я покажу всё. Так, это у нас будет... Это у нас второй уже магазин. Второй. Первый я восстановил, но его, по-моему, нельзя... А, вот можно сюда, смотрите, нажать. Вот. Вот этот Candy Store. Вот он восстановленный. Мы можем посмотреть. Сейчас перейдём к нему. Вот. Здесь всё восстановлено. Покупать нечего. Всё. А нам уже нужен второй магазин. Потом будет третий. Четвёртый. Четвёртый. Всё. Пятого нет. Написано, типа, скоро добавят. Но это... Игру уже давно не обновляют, поэтому ничего добавлять здесь не буду, скорее всего. Так, у нас есть Джинджер. Он же Рыжик. Бэт у нас закрыт. А, его надо найти в... В сундуке написано. У нас есть Анжела и Том. Ну, давайте за Анжелу. Всё равно второй персонаж там Том, наверное, будет или кто будет помогать, если я врежу Симу. Переход. Ход переходит к второму игроку, короче. Ладно, побежали. 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 Наверх двойной прыжок. Тут даже тройной, по-моему, мне. Раз, два, три. Да, тройной прыжок в игре доступен. А может, четверной? Два. Раз, два. А, что-то третий не работает больше. Это, видимо, не три раза всё-таки. Стоп. Его подпрыгну. Это всё-таки не так было. О, сейчас большим станет. Опа. Так, сколько я 2300 конфет собрал. Ну, тут хотя бы 10 тысяч надо собирать. Там цены такие примерно в магазине. Всё дорого там. Один апгрейд сделать, это очень сложно. Надо копить, собирать. Так, тут какая-то способность у нас. Всё превратили в конфетки мы. Так, ещё конфетки где-то падают. Кто-нибудь вообще в эту игру играет? Или только я её что-то взял? Может быть, не добавлять мне в следующем выпуске эту игру? Напишите вообще о Кэнди Ран. Типа, добавлять Кэнди Ран или нет? Может быть, какую-то другую возьмём игру? Вы только предлагайте, какая альтернатива есть. Что ещё попробовать? Есть какая-то ещё игра, похожая на эту. Я просто не знаю, как она называется. Я как-то играл. Какой-то тоже Ран такой же. Очень похожая тоже с её свернула. Но она покруче, чем эта игра. Там больше контента. Здесь игра пустоватая. Поэтому, наверное, в неё уже никто не играет. А в ту игру ещё как играют. Она популярная. Что, много-много очков заработали мы. И у нас сундучок. Правда, я не знаю, что тут персонажей апгрейдишь. Зачем это? 5700 монет. Но цены на апгрейд у нас какие? Смотрите, 12 тысяч, 11 тысяч. Но мы за 240 бриллиантов можем вот здесь сделать всё. Множитель стал 15 очков. Будем новые хайскоры ставить. Рекорды по очкам. Всё, здесь больше нечего делать. Погнали в последнюю игру. Talking Toad. И, друзья, здесь, конечно, контента много. В этой игре много. О, что это дадут? Полторы тысячи билетов на поездки. Всё? У кого-то день рождения, не могу понять. Как вы думаете? У кота, что ли? У кого? Да, по-моему, у Тома. По-моему, у Тома. А где торт? Чуть не понял, что это за фотка было. Я думал, торт там опрокинулся. А торта и не было. Так, ну что, перекусим? Ты покупайся. Ты перекуся. А, ты уже ждёшь, да, перекуса? Сейчас я хочу, чтобы несколько хотела перекуса. Чё мне одного кормить? Надо тут сразу троих можно засаживать. За стол и пусть кушают. О, а нет. Ну ладно, одного кормим. Давайте что-нибудь прикольное сделаем. Что купим? У нас золото есть. Давайте всё по одной штучке. И сделаем какой-нибудь крутой микс в нашем миксере. Блин, а чё так мало? Я думал, больше выбора. Так, ну давайте шоколад с пиццей. Короче, шоколадная пицца получится. Давайте смотреть на реакцию нашего персонажа. Понравится ли Бену? Вот она, смотрите. Вкуснейшая пицца. С шоколадом. Поехали. Ну-ка, смотрим. Ну так, чё-то у него зелёная отрыжка. Чё-то... Чё-то не зашло, да? А это у нас сойдёт? Мороженое. Мороженое зашло. Так. А лучок, лучок любишь? Лучок. Это минус или плюс? Не, нормально. А давайте тогда сделаем вот какой-то бургер. Смотрите, синий бургер. Добавляем синий бургер. И халапиньо. Острое-острое халапиньо. Сейчас посмотрим, что получится. Ну что ж, давай пробуй. Удачи. Ну вот, реакция какая на это. Хорошо, тут понятно. Шо у нас? Покормили. Так, иди мойся, Джинджер. Тоже хочешь? Ты хочешь поиграть? Пожалуйста, играй. Теперь Анжелу кормить. Давайте её максимально быстро кормить. Вот так вот. Чисто бургерами давайте. Раз, бургер. Два. Три. Четыре. Будем смотреть, сколько влезет в Анжелу. Пять. Блин, пять бургеров влазит. Кажется, она такая маленькая. Дюймовочка. Так, можно ещё помыться? Пожалуйста, садись. Мойся. Здесь работа требуется. Вот так. Так, тут мини-игра. Это надо загрязнить вначале Мишку. А потом взять и помыть его. Потом сполоснуть водичкой. И после этого ещё раз. И так много раз. Такая мини-игра. О, сейчас будет всё. Да, вот я билеты получил. Снова грязь. И снова мылим. Ну давай, а чё такое? А, тут мыло тут. Ё-моё. Я просто не видел, что надо мыло тут брать. Я думал, а тут. Вот это панул. Ну ладно. Моем его. Моем Мишку до момента, когда получим. Вот так. Хорошо. Что у нас тут кто ещё делает? На шопинг съездим, давайте. Нажимаем на машину. Поехали. На автомобиль. Давно футбол вот туда не заезжал. На стадион. Это спортивная одежда тут. Пока только спортивные суши выпадают. Спортивных два банана. Спортивные четыре картошки фри. Спортивное мыло. И спортивные монетки. Двадцать штук. Давайте ещё сюда заедем. Испытаем удачу. Может тут что выпадет. Красное. Ну. Семена. Так. Понятно. Семена. Золото. И последнее. Оп. Пургер. Всё. Возвращаемся в город. К нам домой. Что у нас? Покупались ребята? Или ещё будете купаться? Так. Покупались. Так. Этот уже хочет здесь. В джакузи тёплый заехать. Зайти. Что дальше у нас? Так. Тут у нас мини-игра. Кстати здесь новая мини-игра. Я буквально пару раз по-моему играл её. Сейчас посмотрим что это такое. А. Нужен интернет. Ну ладно. Давайте интернет включу ради этого. Нажимаю. Ожидают игроков. То есть тут реальные игроки? Я не верю. Давайте Wi-Fi выключу. Что реальные игроки будут? А. Я как-то играл в это на самом деле. Так. А это ускорение. А что я проиграл-то? А то что интернет короче вырубил. Я проиграл из-за этого. Ну-ка ещё раз. Включил. Поиск игроков. Ну давайте. С интернетом сыграем. Так. Тома давайте выбьем его. Короче тут надо выбивать всех за карту. О. А это смотрите. Бандикут. С игры прям реально там такие же были. Всё. Минус двоих. Так. Четыре осталось. Так. Что здесь? Какое-то халапеньо в руках у нас. Бам. Вылетай уже. Опа. Опа. И последний у нас игрок. Это Том. Против меня. Я Хэнк. Том против Хэнка. Смотрите. Кто сильнее? Вот кто. Хэнк сильнее. Хорошо. Это всё замечательно. Давайте без Wi-Fi вернёмся. В наш дом. Квит. Квит. Тут какой-то надо накапливать бонус. И в конце что-то крутое получишь. Игра до пять раз мне говорит. Не надо. Не выходи. Не уходи. Ты потеряешь что-то там бонус. Так. Это у нас ванна сломана или она просто пустая? Ну да. Сломана. Но теперь деньги не предлагает. А надо посмотреть видео написано. Потому что я вот интернет включил. Вот так это работает. Не включал бы. А он бы мне это не предлагал. Просто за деньги пришли. И мастера тут поремонтировали. Всё. Ну всё. Я думаю. Такая у нас сегодня была. Подборочка. Сразу покажу. Что я ещё подготовил на следующий выпуск. Во. Тут восемь игр. Вот веселуха будет. Impossible Cartracks 3D. И очень похожие игры. И все игры. Кроме первой. Я играл. О. Не играл. Я только в первый играл. Так что будет интересно посмотреть на новинки. Так сказать. Приходите на следующий выпуск. Всем пока. Увидимся. Чао. Подпишись. Не ленись. Лайк поставь. И вернись. Лайк. 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 Продолжение следует...